А что было решение показать все в один день? 25 мая вот просто раз и выдать это в один день. Или вы не в курсе? А вы считаете это правильно? Я считаю, что правильно. А еще бы лучше, если бы это было вообще без рекламы. Я думаю, что это правильно. На телевидении, ну как вы знаете, не бывает. Нет, но на канале Культура вот иногда нам везет, мы смотрим фильмы без рекламы. И я думаю, что... На канале Культура вам не так везет с долей, в смысле, с зрительским охватом. Это да. Здесь надо выбирать всегда. Это да. Такая целевая аудитория или все-таки более широкие, как принято говорить, массы. Вот вы считаете, эта работа рассчитана на людей, насколько я понимаю, на тех, которые даже не знают произведение оригинальное. В смысле, Достоевского не читали. Правильно я так понимаю, задумку создателей, что лента рассчитана, в том числе и на тех людей, которые понятия не имеют о литературном первоисточнике. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Хотя это, конечно, непростой роман. Это очень такой... Это непростой писатель еще, в общем, Достоевский. Да, как Владимир Ильич Ленин сказал, прочитав этот роман, сказал, что это отвратительное произведение. Ну и я знаю еще людей из наших классиков, которые считали, что это действительно отвратительное произведение. Примерно. Читать его очень тяжело. И я тоже так считаю, хотя я не классик, что произведение действительно ужасное. Отвратительное? Ну оно отвратительное в таких, знаете, в кавычках, не отвратительное с точки зрения, что оно испытываешь отвращение, а оно по своей правде, по своей глубине, по своему такому мироощущению, да, оно страшное. Не отвратительное, оно страшное. Когда вы впервые познакомились с материалом? Это было в школе? Нет, это было в институте все-таки. Вот стали когда выходить академическое издание Достоевского. Нет, но мы же с вами учились в те времена, когда в школе Достоевский был в школьной программе. Да, но бесов не было. Бесов не было, да. В принципе, Достоевский это вообще достаточно тяжелый, мне кажется. Я в институте, по-моему, на первом курсе прочитал бесов, когда вот вышло это академическое издание. Но это правда очень сильное такое ощущение. Оно, надо сказать, оно вернулось ко мне, когда я его прочитал. Я к нему возвращался, но вот когда прочитал буквально там несколько месяцев назад, перед съемками, ко мне это ощущение вернулось, вот это такой мощи, с которой оно написано. И главное, что оно созвучно времени. Я думаю, что эта картина, она удивительно, и Володя сам того не подозревая, она удивительно попала. Володя, вы имеете в виду Хатиненко. Хатиненко, да. Она удивительно попала во время сегодняшнее. Просто вот, ну просто в яблочко попала. Вот все, что там говорится, это говорится про сегодня. А разве не всегда так было? Разве Достоевский не всегда был актуален? Разве он не был актуален, скажем, ну, в 30-е, в 60-е? Я так слово актуален, может быть, не очень так его отождествлял бы с этим романом. Там дело не в актуальности, а дело в том, что речь идет о таких истинных человеческих, да, о таких понятиях глубоких, как религиозных, так и социальных, что эти проблемы вот в 20-м веке, конечно, волновали и в 30-е годы, и в 40-е, да, и потом дальше, как во время, которое называлось, застоем. И сегодня они звучат не менее сильно, чем в 20-м веке. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24».